Вот уже более двух десятков лет герой сюжета из Сызрани занимается разведением кроликов. Но это не просто привычное для него дело. О секретах кролиководства расскажут сызранские корреспонденты. В 85-летие Большеглушицкий район встречает на подъеме. О юбилее и трудовых успехах в нашем сюжете. Спортивное лето в Кенечеркасах на Байдарках, а в Сергеевске на джипах. По воде и бездорожью пролегали маршруты юных и взрослых спортсменов из разных уголков нашей губернии. Не только маленький белый пушистый, но и такой золотой веслоухий баран. Это порода кроликов. Вообще в мире существует несколько сотен видов и пород этих замечательных животных. Как правильно держать в руках, но и другие особенности выращивания этих зверьков Дмитрий Кирясов знает не понаслышке. Уже более двух десятилетий он занимается кролиководством, а именно племенной селекцией. В последнее время акцент его подсобного хозяйства – мясные скороспелые породы. Путем скрещивания пытается заново воссоздать проверенные временем породы кроликов. Неприхотливые, выносливые, с быстрым набором массы. Пород у меня около семи пород. Я сейчас возвращаюсь к классической советской породе. Раньше назывался русский горностаевый. Это порода чернобурая. В основе лежат несколько пород. То есть путем определенной схемы получается вот такая порода. Оттенок цвета чернобурый, как вот медведь есть. Это распространенная порода в советских фермах кролиководческих была раньше. Есть в хозяйстве и такие рекордсмены-гиганты. Кролик породы французский баран – это не только длинные висячие уши, но и килограмм семь массы. И это далеко не предел. Вообще, чтобы добиться хороших показателей породы, требуется немало времени и усилий. Постепенно приучал их к звукам. Если кролик пуглив, он значит и умереть может. То есть если масса начинает носиться, и все, тут цепная реакция, и могут половину погибнуть просто. Кролики едят до 80 раз в сутки. То есть они едят, пьют и едят. В основном я предупреждаю болезнь, я уже за это не беспокоюсь, что он заболеет у меня что-то. Я профилактические мероприятия по предупреждению болезни делаю. То есть прививки. Успехи в кролиководстве не раз были отмечены серебряными и золотыми медалями. Мария Ефанова, Сергей Ингин, телекомпания КТВ «Луч», город Сызрень. Большеглушицкий район образован в 1928 году. На его территории располагается 33 населенных пункта. Здесь проживает более 21 тысячи человек. Приоритетная отрасль производства – сельское хозяйство. Основные площади сельхозугодий засеиваются зерновыми культурами, а зимой – рожью, яровой пшеницей, ячменем. Умеют здесь не только растить урожай, но и праздновать трудовые успехи. На 85-летие района, которое отмечалось в прошедшие выходные, звучали благодарственные слова в честь высоких достижений в земледелии и переработке сельхозпродукции. Персонально чествовались все, кто своим трудом славит район. Мы на протяжении уже последних двух лет лидируем по всей области практически. Между, я даже хочу сказать, всеми районами, не только южной зоной, а вот именно всеми районами. Мы в прошлом году сдали больше всех зерна – 105 тысяч тонн. С особой гордостью здесь относятся к тому, что нет в районе бесхозной земли. Каждый клочок обрабатывается. К успехам в сельском хозяйстве радости добавляет и успешное возведение значимых социальных объектов. Активно на протяжении двух с половиной лет у нас идет строительство. Мы построили пять многоквартирных домов. Уже жители переселяются в этих домах. Это по программе «Аварийный жилье». И сейчас мы заложили уже два дома. То есть в конце года эти два дома будут сданы. В нашем районе отремонтированы все спортивные объекты. То есть у нас нет ни одного объекта, который бы требовал капитального ремонта. Мы постарались сделать по максимуму, чтобы наши дети, чтобы наша молодежь развивалась активно. Общие праздники объединяют и возрасты, и профессии, и национальности. Я счастлива, что я живу среди людей вот этого степного, огромного района. Благоустраивается наш быт. Дается, ну как бы, каждому человеку возможности реализовывать себя, быть признанным. Молодые люди уезжают, но возвращаются, понимая, что они нужны нашей земле. Что здесь их ждут, что здесь им радуют. ПЕСНЯ Около 200 молодых специалистов в этом году вышли из стен Безинчукского аграрного техникума. 26 выпускников получили красные дипломы. Здесь прорабатываются новые формы работы с тем, чтобы еще больше привлечь внимание юноши и девушек к сельскохозяйственной отрасли. В этот праздничный день дипломы получили выпускники семи специальностей. Агрономы, технологи, ландшафтники, строители, повара-кондитеры, а также монтажники санитарно-технического оборудования и трактористы-машинисты. Жизнь была насыщенной, прекрасной, все понравилось. Конечно, печально, что уходим. Выпускники школ Безинчукского района ежегодно становятся студентами аграрного техникума. Но проблема оснащения сельхозпредприятий хорошими кадрами остается. В сельских районах сегодня открыто множество вакансий для специалистов с техническим образованием. После окончания техникума лишь единицы возвращаются работать в село. Теперь молодым специалистам, желающим реализовать себя в аграрной сфере, открыты перспективные возможности. Выпускников ждут в главном аграрном вузе области – Самарской государственной сельскохозяйственной академии. Все выпускники по специальностям агрономическим. У вас три специальности приглашаются в сельскохозяйственную академию, агрономический факультет на государственные места бюджетные без экзаменационных испытаний. В дальнейшем я собираюсь поступать в Кинель, в СХ, в сельскохозяйственную академию. Ну, я планирую учиться очно, я надеюсь, что я там же буду продолжать учебу, так же буду учиться отлично. Ирина Андреева, Наталья Гонзуревская, телерадиокомпания «Аспект», Безинчукский район. В Сергиевском районе автофестиваль «Взрослые игры» стал уже традиционным. Он привлекает к участию все больше спортсменов-любителей бездорожья и адреналина. Сюда они съезжаются из самых разных уголков Самарской области. Более 70 экипажей из Самары, Саратова, Республик Башкирия и Татарстан демонстрировали своих монстров, проводя последние приготовления. Перед стартом, по традиции, участники соревнований возложили цветы к подножию памятника Сергею Радонежскому. Шесть зачетных категорий – стандарт, экспедиция, анлим, спорт, туризм и АТВ. Каждая стартовала в разное время, так как и на прохождение точек отводилось от 10 до 24 часов. Для участников организаторы приготовили пять трасс различной сложности. Новичок приехал, у новичка есть своя трасса. У взрослого человека, который уже гоняется, который уже знает, что машина подготовлена. У него другая трасса, они не должны пересекаться. Мы пытаемся создать условия для всех, и для любителей, и для профессионалов. На этот раз самый легкий класс носил название «Экспедиция». Задания для него отличались от остальных. Сюда больше вошли элементы мини-туристических маршрутов по памятным объектам Сергеевского района. Самые подготовленные соревновались в классе «Анлим». Именно им достались глубокие броды, топки болота и крутые склоны. Нет, надо съезжать! Адреналин, отвлечение, моральный отдых. Настрой боевой, команда готова. В принципе, не первый день, как говорится, ездим вместе. Два дня и одну ночь любители бездорожья бороздили по Сергеевскому району в поисках контрольных точек. Надежда Иларионова, Василий Щипакин, телекомпания «Радуга-3», Сергеевский район. Детям Тимашевской школы Киней-Черкасского района летом не бывает скучно. Они – туристы, участники детского объединения «Туризм». И много нового интересного, в том числе и о родном крае, узнают не только на школьных уроках, но и на каникулах. Всем видом отдыха эти ребята предпочитают активный, а видом спорта – греблю на байдарках. Тот, кто хоть раз взял в руки весло и проскользил в узкой лодочке по водной глади, навсегда запомнит свои ощущения. Во-первых, походы – это захватывающее такое мероприятие. Всегда интересно съездить там с друзьями тем более, с ночевой там, около костра посидеть, ловляться по реке, узнать новые места какие-то там, путешествовать. Мы ловили рыбу, сидели, жарили ее на палках. Это было вообще классно. К сплаву по реке Кенель ребята готовились не один день. Были и теории, и практика, но последний инструктаж перед спуском к воде лишним не бывает. Коврик полиуретановый. Стараться сделать так, чтобы он засовывался вовнутрь и был ровненьким. Для чего это надо? В случае аверкиля, то есть переворота, вещи все ваши останутся внутри. В этот раз в сплаве принимает участие 28 человек. Желающих было около 40, но число байдарок ограничено. Их бэушный еще в 95-м году закупил и своими руками отремонтировал руководитель туристического объединения Владимир Кленов. Несколько судов удалось докупить позднее на деньги спонсоров. Так появилась возможность не только тренироваться весь год, отрабатывая теорию и технику, но и устраивать массовые сплавы. И итогом годовой программы воспитанников детского объединения туризма является поход. Байдарочный поход, где они проверяют свои знания, умения, физические данные. И сразу же собирают материал, связанный с экологией и с природой, для того, чтобы готовить краеведческий материал. Естественно, будут идти еще экскурсии. Я буду давать экскурсии по истории родного края. Среди участников сплава лишь несколько ребят, пятиклассников-новички. Большинство же байдарочников уже имеют спортивный стаж и даже победы. Они вполне способны справиться с задачами инструкторов, провести мастер-классы для самых неопытных. Алина, которую в группе называют не иначе, как товарищ Африкантова, вошла в тройку лидеров последних областных соревнований – гонках на байдарках и каяках. Вот я заняла третье место, были подарки, было очень приятно, это все-таки воспоминания такие. Весь поход рассчитан на три дня. Через каждые 40 минут байдарочники будут причалить к берегам рек Малый и Большой Кенель. Во время стоянок ребята будут не только отдыхать. В обязательную программу турпохода входит уборка мусора на местах стоянок с последующей его утилизацией. После двух ночевок возле сел Кенель-Черкасса и Маркова туристы вернутся домой. Традиционно усталые, но очень счастливые. Елена Королева, Алексей Кавригин, 51 канал, из Кенель-Черкасс. Дети и старики. Эти категории населения нуждаются в особой защите. И от того, как им живется в том или ином селе или городе, во многом зависит наше представление о его благосостоянии. Одним из приоритетных направлений в социальной сфере Красноярского района является поддержка пожилых граждан. Люди пенсионного возраста здесь могут дать пример активности и более молодым. Лето на дворе, а пенсионеры поселка Мирный не пропадают с утра и до ночи на своих грядках, а спешат на огонек. Так по-доброму называют они здешний центр социального обслуживания. У нас огонек всегда горит на нашей сопочке. Мы знаем, что нас всегда примут здесь, что нам всегда дадут помощь, займут делом. Мы занимаемся, ну, как сказать, и трудом. У нас прекрасный хор, мы занимаемся пением. У нас великолепный человек, который занимается с нами физкультурой. Здесь их всегда ждет разнообразная программа. После серьезных мероприятий проверить показатели здоровья, физически размяться на тренажерах, приятные занятия, попеть, в бильярд сыграть, своими руками своять работы для новой выставки декоративно-прикладного творчества. Ежедневно 95 человек получают вот такие услуги в социально-реабилитационных отделениях. В год оказывается около 500 тысяч услуг граждан пожилого возраста и инвалидов. Вот всеми нашими отделениями в целом взятыми. В районе такие центры называют неформально – центрами добра. По-другому и не придумаешь. Ведь только в домашней доброй обстановке людям хочется задержаться здесь и пообщаться друг с другом. Работники центра встречают своих подопечных всегда приветливо, с неизменной улыбкой, даря им тепло своей души. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова